Всем привет, я Егор, канал Red Room, и сегодня я хочу вам толкнуть в слегка запоздавшую и внеочередную телегу о Первом Мая. В то время, как в России на празднике, буквально созданном в целях политической манифестации, зачем-то доблестные стражи порядка задерживали митингующих, я находился в другой стране, где Первомай тоже праздник давний и почитаемый, в Германии. Да, тут Первомай проходит вот так масштабно, со вкусом и старается все еще держаться своих левополитических корней. И да, именно Германия и Россия это те страны, где, пожалуй, сильнее всего отмечают этот праздник. Ну, может еще Франция. Что в целом забавно, поскольку родина этого знаменательного события вовсе не Россия, не Германия и вообще даже не Европа. Ну, если мы, конечно, говорим именно о Первом Мае, а не о языческих праздниках начала весны, вроде Бильтайна, на чьи даты первомайские праздники просто натянули, как это обычно и бывает. Родиной главного праздника пролетариата считается та самая страна, которая с этим самым пролетариатом и его идеологией весь 20 век, прям, скажем, не очень ладила. Западный полюс двуполярного мира. США. 1 мая 1886 года в далеком Чикаго рабочие вышли на улицы, чтобы активно протестовать. Они требовали восьмичасовой день, а их за это били дубинками и... И на самом деле они просто вышли, мирно, тихо постояли под дождем, требуя этот самый восьмичасовой день. И могли бы спокойно себе разойтись, никого не потревожив, но в толпе оказался провокатор, который кинул бомбу и десятки людей оказались в тюрьме, кто-то под пытками. А несколько самых невезучих анархистов, в общем, даже были казнены. Такие вот печальные события на Хаймаркет Сквер. Символично, что примерно половина из тех самых анархистов, которым больше всего не повезло на Хаймаркет Сквер, была немцами. Это событие стало первым прецедентом истерии по поводу красной угрозы и уже через несколько лет стало известно, что провокация действительно была, а ребят повесили ни за что. Что, впрочем, не помешало поставить памятник чикагским полицейским, организовавшим все это насилие, который простоит аж до 1969 года, пока его не взорвут. Славный был год все-таки. В любом случае, День труда сейчас в США отмечается осенью, а День международной солидарности трудящихся, который празднуют и немецкие парт Генос и наши с вами соотечественники, это тот самый Первомай. Праздник и День всеобщих демонстраций. И посвящен он был изначально именно той самой трагедии на Хаймаркет Сквер, а предложил все это дело отмечать в таком виде второй французский интернационал в 1889. Как видите, речь идет о событиях конца 19 века. И с этого момента демонстрации на Первое мае станут для огромного количества людей чем-то весьма привычным. Но статус официального праздника Первомай получит довольно не скоро. Более-менее быстро в России в 1917 году, что очевидно, и на 15 лет позже в той же Германии в 1933 году. Довольно поздно, учитывая количество левых сил в Германии первой половины прошлого века, количество свободных профсоюзов, то есть независимых организаций рабочих, которые рьяно боролись за свои права и были серьезной политической силой и в целом на обстановку в стране влияли. И неудивительно, ведь 75% немецких рабочих входили именно в свободные профсоюзы. И это все не совсем устраивало немецких национал-социалистов, пришедших к власти как раз в 1933 году, когда Адольф Гитлер стал рейхсканцлером Германии. Несмотря на то, что сам будущий фюрер придерживался вовсе не левых взглядов, левое крыло в национал-социалистической рабочей партии Германии было довольно сильным. Да и свободные немецкие профсоюзы, неподчиненные напрямую правящей партии, были то еще занозой в филейной части германского государства. Так 1 мая была объявлена официальным днем народного труда. Геббельс организовал какой-то безумный движ с народными музыкантами, флагами и прочей атрибутикой. Прошли митинги, все свободные профсоюзы вышли на улицы, черно-красные флаги, революционные песни, демонстрации, народное единство. Гитлер, выступающий с речью на летном поле Тампельхов, где он выславил рабочего перед лицом глобального экономического кризиса и пообещал всем рабочие места. А еще посадил дуб в честь самого себя и транслировал все это по радио. Итак, мир, дружба, жвачка, Арбайтен. Но буквально на следующий день случилось нечто непредвиденное. Все штабы левых рабочих профсоюзов были почему-то оккупированы штурмовиками СА в коричневых рубашках. Лидеры профсоюзов и выявленные благодаря вчерашним демонстрациям и выступлениям особенно активно им сочувствующие были, в общем-то, посажены под замок и преданы всему, чему они могли быть преданы. Огню! Ну, в смысле, допросом и разъяснительным беседом. После которых, через несколько недель, большинство из них, конечно, вышли на свободу, но не все. А на смену свободным профсоюзам придет немецкий рабочий фронт. Профессиональная, подконтрольная государство-организация, объединявшая рабочих и работодателей. И действовавшая согласно так называемому принципу фюрера. То есть, она существовала по принципу максимально вертикальной авторитарной иерархии. А вместо Дня народного труда до конца, собственно, Рейха будет отмечаться Национальный день немецкого народа, который превратится в уже знакомый нам традиционный левый демонстрационный Первомай только после Второй мировой войны. Такие дела. Как видите, великие и вечные праздники легко в ходе истории трансформируются друг в друга. Что, впрочем, не отменяет того, что тот самый Первомай, который мы тут все вроде как отмечаем, изначально был посвящен праву человека на политическое высказывание. Как не отменяет и того, что в деле политического высказывания все-таки нужно быть осторожным. Спасибо патронам и патронессам, которые не выбрали этот ролик на Патреоне, потому что я просто решил сам его быстренько забацать. Но, тем не менее, все равно огромное спасибо им за то, что они нас поддерживают и напоминаю, что вы можете присоединиться к числу этих славных людей. Спасибо всем остальным, кто смотрит эти видео, всех с прошедшими майскими. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии и все такое прочее. Субтитры сделал DimaTorzok